сделаем нашу встречу. Если вы включите свое видео, то и вы прилично выглядите, вот тогда с вами будет приятно общаться, это будет здорово, я буду видеть ваши лица, как-то ваши глаза, и мне будет чуточку легче и приятнее с вами общаться, тем более, что я предлагаю сегодня делать не презентацию, вот в традиционном понимании слова, я решил сегодня не показывать вам наши 100 слайдов, я решил вам сегодня показать суть, показать сердце свое, как дамка, которая достаточно станет сердце и, возможно, осветит путь, потому что то, о чем я буду говорить, очень сильно изменило нашу жизнь, жизнь нашей семьи, и я чуть позже расскажу, и у нас совсем недавно произошли новые изменения в лучшую сторону, они очень вдохновляют, и для начала давайте я вам немножко представлю себя. Итак, меня зовут Валентин Войнов, мне 47, будет скоро 48 лет, я обычный человек, в жизни я с 18 лет занимался предпринимательством, и сегодня занимаюсь предпринимательством, я очень много выступаю на разных форумах по бизнесу, и в России, и за рубежом, и офлайн, теперь, конечно, в большей степени онлайн, у меня такое есть большое окружение предпринимателей, но в целом это обычные люди, и 10 лет назад я заинтересовался темой геронтологии, геронтология такая наука о старении, потому что, подходя к своим 40 годам, я вдруг осознал, что нужно что-то делать с собой, чтобы в 50-60 лет не быть дряхлым, больным стариком, который превращается в многие мужчины, а быть таким молодым, пупырчатым огурцом, ну, который еще, как говорится, ого-го. Я понял, что никому не интересна тема, связанная с моей молодостью, она не интересна, не очень интересна врачам, потому что врачи любят, когда я к ним приходил, уплатил деньги, я понял, что эта тема не очень интересна государству, потому что государство не очень хочет платить пенсии, желательно побыстрее, чтобы сделать так, чтобы их не платили, не очень это интересно продавцам, которые что-то я покупаю в магазине или там соседям, это интересно только мне и членам моей семьи, больше это вообще никому не интересно. Поэтому я понял, что это выбор, который я сделал и стал заниматься темой геронтологии. Я познакомился с Дмитрием Лаевским, это человек, который организовал компанию Вилави, и я стал у него учиться, потому что он старше меня, но выглядит еще лучше меня. А знаете, несколько лет назад, буквально там, наверное, пару лет назад, мы еще стали заниматься биохакингом. Это новое веяние в сегменте антиэйдж. Антиэйдж – это против возраста или, как правильно говорить, для продления молодого ресурсного состояния. А биохакинг – это еще более продвинутая вещь тогда, когда ты конкретно измеряешь какие-то свои маркеры. Ну, допустим, есть маркеры биологического возраста, есть, например, маркеры, то, что тебе показывает анализ крови, есть, например, маркеры, которые… Сегодня эти приборы доступны, они, в общем-то, есть в продаже или можно ходить в клинику. Какая разница? Но, понимая тот факт, что только 20% – это то, что дает тебе генетика, а 80% – это твой образ жизни, я понял, что можно влиять на свой образ жизни через питание, через мысли формы, через физические упражнения, через многое что еще. И таким образом, поскольку я в себе сам заинтересован, я, в общем, очень сильно стал этим заморачиваться. А потом, ну, это, конечно, было не потом, это было практически сразу, мне пришла в голову мысль, как предпринимателю, что, наверное, людей, таких, как я, которых интересует тема, ну, вот, и ЗОЖа, и антиэйджинга, и геронтологии, и биохакинга, возможно, такие странные, друзья, слова говорю, но это сегодня прям тренд, я стал осознавать, что таких людей все больше. Таких, как я, все больше. Может быть, я осознал, это один из первых, но мое окружение, видя мои изменения с точки зрения ЗОЖа, они стали задавать вопросы. Они спрашивали, Валя, а как там правильно питаться? Валя, а какие там правильно есть витамины? Валя, а какие там, не знаю, нужно сдать анализы? А какие там ты посоветуешь специалисты? И я понял, что таких людей стало все больше. Это рынок. Это невероятная бизнес-возможность. И я думаю, блин, очень круто делать бизнес на пользе людям. И я две эти вещи соединил. Вот, собственно, друзья, сегодня об этом я и хотел бы вам рассказать. Я буду приветствовать ваши вопросы, но предлагаю их задавать в чат зума, вот когда у вас они будут по ходу. И я некоторые буду видеть сразу, а некоторые вопросы, возможно, отвечу чуть позже. Итак, компания называется Вилави. Как вы уже поняли, компании 10 лет, уже почти 11. Вилави – это, кстати, аббревиатура от латинского выражения «Viva la vita», что означает «Да здравствует жизнь». Компания новосибирская, российская, 100% российский капитал. Как я сказал, Дмитрий Лаевский и ее президент и основатель, мой хороший друг. И сегодня мы выводим на рынок невероятное количество линейок. Я не буду вам рассказывать про все линейки, хочу сократить ваше время. Я хочу очень узко, очень точно рассказать про одну базовую линейку, на которой мы абсолютно уникальны и единственные в мире люди, которые могут ее нести на рынок. Друзья, это мы. Речь пойдет о бренде «Тайга-8». Почему «Тайга»? Дело в том, что мы свою базовую линейку делаем из хвои. То есть наше сырье – это хвоя. Хвоя – пихты сибирской. То есть, знаете, это такие вот иголочки, которые растут на дереве. Ну, вы наверняка их видели. Покажите мне знаками, окей, если вы знаете, что такое хвоя. Спасибо большое. Вы знаете, я раньше не задумывался, пока не услышал три факта. Меня они поразили своей простотой и гениальностью. Я сначала заметил, что все санатории и профилактории, где люди не просто отдыхают, а именно восстанавливают здоровье, лечатся, терапию какую-то проходят, я вдруг увидел, что все они стоят, их предпочитают строить в хвойных лесах. Именно в хвойных лесах. То есть никогда не задумывался, почему так. Ну, то, что хвой обладает там петонцидными, я уж не буду умничать. Ну, то есть просто есть такое понятие, что что-то есть такое целебное и лечебное в народной медицине, что воздух хвойных леса почему-то более полезен. И наверняка вы знаете много народных рецептов на то, что там делают отвары какие-то, настойки из хвои, из коры, из шишек, что только не делают. И все это почему-то очень сильно полезно. Так вот, 90 лет назад примерно, в 30-е годы, в Санкт-Петербургской лесотехнической академии ученые заинтересовались тремя очень интересными свойствами хвои. Вот сейчас я вам перечислю, вы, я думаю, тоже будете в приятном удивлении. Первое, то, что вы слышали, зимой и летом одним цветом, но здесь есть глубина. Смотрите, хвоя единственное на планете растение, единственное на планете растение, которое выдерживает сумасшедший перепад температур от минус 50 зимой в Сибири до плюс 50 летом, то есть 100 градусов, и при этом остается зеленой живой. То есть она очень устойчива к этим перепадам, то есть живучая собака. Второе, что интересное в хвои, хвоя висит на дереве 10 лет. То есть вот листва, как вы знаете, она каждый год опадает, а хвоя висит порядка 10 лет. Что это означает? Это означает, что вот эти растительные отростки, листочки, иголочки хвои, они успевают накопить за эти 10 лет через почву и через атмосферу высокую концентрацию полезности. Я пока не произношу какие-то сложные термины, сегодня буду совсем по-простому, по-человечащи с вами разговаривать. То есть концентрация полезного хвои сильно выше, чем, например, в других зеленых растениях, которые тоже полезны. Морковка полезна, капуста полезна, листья полезны, но хвоя полезна на порядок. И третий, очень, друзья, интересный факт, тоже не обращал на него внимания, но когда про него узнал, был приятно удивлен и думал над этим. Обращали внимание, когда хвоя опадает на землю, она, в отличие от листвы, не гниет. Она просто высыхает. Именно под хвоей потом ищут грибочки, удобно искать, чем под листвой. Так вот, получается, что растительный компонент, который не гниет, который абсолютно 100% натуральный, он же не в парниках выращен, он выращен в тайге, в сибирской тайге, не гниет. Это означает, что в хвои нет каких-то бактерий или там нет условий для развития бактерий. Нормально я про бактерии говорю. То есть сегодня про вирусы, я думаю, все уже знают. То есть это как минимум любопытно, что же это такое есть в хвои, что она так себя ведет. Так вот, в 30-е годы, почти уже 90 лет, 100 лет назад, этим заинтересовали, стали ее изучать. И знаете, что произошло? Первое, что из хвои научились добывать – хвойную пасту. Хвойную пасту, может быть, даже вы слышали, есть еще такое, то, что зелененькое в растениях – это что? Холорофилл. Ну, то есть, я думаю, вы это знаете. И вот эта вот паста из хвои, она так и называется – холорофилл, каротиновая паста. То есть вот это высокое содержание этих компонентов там есть. То есть брали ее, просто мелко-мелко резали, убирали всю эту шелуху. Оставалась такая, знаете, коричневатая, зеленоватая пастообразная субстанция. Она достаточно дурно пахнет, не очень вкусно, но обладает высоким концентрацией полезности. И именно эту хвойную пасту, которую успели там какое-то количество добыть, и именно ее, друзья, это факты, исторические факты, когда во время Великой Отечественной войны была блокада Ленинграда, именно ее добавляли в блокадный хлеб, потому что в ней полезности есть, а хлеб был из ничего. Именно ее вмазывали детям в десну против цинги, и именно ей, когда уже не было никаких лекарств, там, бинтов, именно ей обрабатывали ополченцам раны и ожоги, потому что она еще и бактерицидными свойствами обладает, о чем я говорил выше. И вот уже тогда десятки, сотни тысяч людей испробовали на себе целебные свойства хвои. После этого, естественно, были продолжены исследования, ну, когда уже война окончилась, не буду прямо все эти подробности говорить, чтобы короче у нас было. Примерно, наверное, лет 40-50 назад научились из хвои добывать так называемый клеточный сок пихты. Клеточный сок пихты. То есть это сама клетка пихты. То есть, смотрите, это не тот момент, когда взяли хвою, прессом отжали, и какое-то масло выделилось. Нет. То есть это не то, это совсем другое, это очень сложное производство. То есть научились выделять клетку пихты из иголочки. Сама клетка пихты с межклеточной историей, с этой плазмой, то есть вся эта клетка, все ее содержание. Чем она интересна, друзья? Оказалось, что эта клеточка пихты обладает высоким содержанием природного железа и мальтола. И есть такое даже понятие, как железо-мальтольный комплекс. То есть железо с мальтолом в синергии действует очень эффективно. Два слова про это расскажу. То есть я думаю, что вот достаточно много вижу женщин. Я думаю, что женщины много раз сталкивались с тем, что вам рекомендовали железо попить. Ну, я думаю, вы понимаете, зачем. Я чуть-чуть позже расскажу. У нас практически у 70% населения есть железодефицит и проблема железа. Но имейте в виду, то железо, которое покупаете в аптеке, синтезированное, и то железо, которое находится в клетке пихты, настоящее, природное. У них даже валентность разная. Поэтому усвоение природного железа. И железо, которое в аптеке, вы понимаете, абсолютно разное. И эффективность, соответственно. А мальтол, друзья, он известный антиоксидант. Что такое антиоксидант? Я думаю, все прекрасно уже сегодня понимают. Десять лет назад меня за это слово антиоксидант антиоксидант. Вот так вот делали. Сегодня, я думаю, все уже понятно. И это еще является как раз природным консервантом. Вот то, почему бактерии там не развиваются. А когда прошло еще, друзья, несколько десятилетий, там буквально 20 лет назад, не хочу уходить в точные цифры, все, можете проверить любое мое слово в открытых источниках, научились добывать из хвои полипринолы. Вот, наверное, одно и будет, друзья, страшное слово, полипринолы. Я на нем сделаю определенный акцент и больше не буду сложного говорить. То есть три ингредиента, больше ничего нет. Что такое полипринолы? Полипринолы, давайте буду назвать, это такие молекулы, ну, вещества, которые идентичны нашей клеточной мембране. Смотрите, у нас есть клетка, она окружена клеточной мембраной. Ну, как вот яйцо окружено шкарлупой. Только у клеточной мембраны есть функция. Она должна быть, с одной стороны, непроницаема для всего плохого, а с другой стороны, она должна быть эластична и проницаема для кислорода и питательных веществ, которые поступают внутрь клетки. И из клетки те продукты ее жизнедеятельности, которые уже не нужны, должны из клетки что? Сквозь мембрану выходить. А из-за того, что, друзья, у нас есть проблематика вот с образом жизни, у нас там часто неправильная еда, у нас часто неправильный образ жизни с точки зрения там экологии, у нас стрессы, у нас болезни, у нас много чего неполезного. Наши клеточки имеют поврежденные структуры вот этих клеточных мембран. И в данном контексте неважно клетки чего. Это могут быть и клетки печени, это могут быть и клетки сосудов, это могут быть и клетки глаза, клетки любого органа, любой системы. В этом смысле это работает одинаково. То есть они повреждаются. А полипринолы, их эффективность и их интерес в том, что они достраивают, вот как поврежден, знаете, как кирпичик выпал из стенки дома, они достраивают клетки всех органов и систем. Да, с разной скоростью, это зависит от регенерации, но тем не менее достраивают. Печень быстро восстанавливается, половая система быстро восстанавливается, мозг достаточно быстро восстанавливается, сосуды, сердце помедленнее, но тоже все эти исследования, конечно, они есть в доступе, можно все прочитать. Смотрите, в этом вся суть, в этом весь состав, и больше я вас парить не буду. Вот эти три компонента, хвойная паста, хлорофилкаротиновая паста, или как она называется на латинице, CGNC, плюс клеточный сок пихты, и плюс полипринолы, три компонента, из хвои, которые добываются, это мы собрали вместе и запатентовали как Сибэкспи комплекс. Сибэкспи, сибирский эксперт. Это наша разработка, это наш научный труд, это наш патент. И именно в таком составе мы его предлагаем людям. Выглядит все, друзья, очень достойно. Смотрите как. Вот такая крафтовая коробочка. Здесь у нас тут есть, если посмотрите, такая бечевочка. Тут у нас есть, мы там получали какие-то медали, в общем, у нас тут все экологично. Здесь тут написано там дата производства. И вот такая даже пломбочка есть. Все это сделано для того, то есть это крафт, который разлагается в земле, даже с этой пломбочкой. То есть я сейчас покажу, как это выглядит, друзья. Я возьму ножницы, открою баночку, чтобы просто вы видели ее некие потребительские свойства. И в эфире можно сказать, там дарадан, ну как-то там, не знаю, поддержать меня. Там внутри есть буклет, как его это правильно использовать. Вот такая космическая серебряная баночка. Здесь находится 50 миллилитров концентрата из хвои. Вот то, что я рассказывал. Ни капли воды, ни сахара, ни консервантов, никакой химозы, ни красителей, никаких добавок. Хвоя и ничего кроме хвои. Знаете, как правда и ничего кроме правды. Вот чтобы такую баночку сделать, здесь переработано несколько ведер хвои. Около 40-50 килограмм. Ну то есть существенно. То есть самому столько не сделать. Внутри дозатор. Дозатор. Вот такая симпатичная пипетка. Видите? Как она работает? Мы берем стакан воды, берем пипетку и ее сюда что? Трым. Вот получается такая красивая, очень вкусно пахнущая вода. Знаете, запах? Запах Нового года. Вот когда ты елку заносишь домой в момент... Вот в Сибири, Новый год. Кто-нибудь делал такое когда-нибудь? И ты вот несколько часов такой, а, она так пахнет. А кошак на нее лезет, что-то там ее делает. Вот примерно такой запах. Очень очень нейтрально, очень вкусно пьется. Ваше здоровье, кстати. Два таких стакана в день обеспечивают суточную порцию вот этих полипренолов. Как вы поняли, полипренолы это самое важное, что здесь есть. Это суточная порция. То есть здесь 50, вернее, 25 суточных порций. 50 пипеток, 2 пипетки в день. Что будет происходить? Смотрите, давайте немножко про результаты. Есть три типа результата. Ребят, я вас не утомил, нормально? Не слишком подробно рассказываю. Норм, да? Хорошо? Спасибо. Три типа результатов. Значит, первое, что чувствуют люди, они чувствуют некую бодрость и энергию. Но я должен вас заметить, это не стимуляция клетки, а это восстановление и питание клетки. Вот я хочу, чтобы вы эту разницу, друзья, прям поняли. То есть, давайте я такой пример какой-нибудь веселый расскажу. Ничего, что я шучу с вами. Я не очень фриволен. Я через обратную связь. У нас не было академического какой-то вот этой, я тут лекцию, я могу лекцию читать, но мне скучно, давайте повеселимся. Смотрите, представьте, лошадь есть, лошадь, и у нее телега с грузом. И что такое стимуляция лошади? То есть, ты бьешь лошадь какой-то плеткой, ты на нее как материшься, значит, говоришь ей какие-то там обидные слова, вот, и лошадь, чтобы тебя не слушать, и когда ей боль, начинает идти. И если в гору, соответственно, ее сильно пинать, она, глядишь, ну, зашла, груз привезла. Но если ее пинать постоянно, долго и много, слушать ее будет что? Кирдык. Ну, называется загнать лошадь. Именно так же, друзья, можно загнать свой организм и свои клетки, стимулируя его постоянно чем? Например, кофеином или энергетиками. То, что мы сегодня видим. Что люди все больше покупают вот этой вот химозы для того, чтобы получить энергию, которой им не хватает. Это совсем иной механизм. Как это работает? Смотрите. Мы восстановили поврежденную клетку. Благодаря железу. Железо, оно цепляет кислород и сквозь клеточную мембрану его проносит. Благодаря железу занесли нужное количество кислорода в клетке. В клетке начинает происходить более корректный, давайте это произнесу, долихолфосфатный цикл. Забейте ошибку, долихолфосфатный цикл. Очень прикольно. Именно в момент этого цикла внутри клетки что происходит? В митохондриях вырабатываются молекулы АТФ. Это и есть энергия. То есть, это и есть наши самые электрические станции, которые генерят эту энергию. Именно в момент, когда у нас клетка правильно работает, вырабатывается коллаген и эластин. Именно там вырабатываются ферменты для гормональной системы. И самое, наверное, главное сегодня, именно там вырабатывается интерферон. Для чего? Для иммунной системы. И когда у нас клетка еле-еле работает, потому что она повреждена и не имеет ни питательных веществ, ни кислорода, она в этого всего вырабатывает на 10-20%. А когда у нас клетка здоровая, полноценная, насыщенная, она вырабатывает все как положено. Но это не стимуляция. Это если взять лошадь, погладить ее, покормить сеном, спеть песенку. И лошадь что? Она не предназначена, чтобы стоять. Она сама пойдет. Да, не быстро. Да, может быть, не бегом. Но она будет идти в столько лет, сколько есть предназначено. И я вам говорю про геронтологию, друзья. Знаете, что говорят геронтологи? Они говорят, что ресурсов нашего организма, вот то, что у нас есть внутри, мозгов, костей, хрящей, крови, сосудов, всего, чтобы не менять детали, нам должно хватать на 120-140 лет жизни. А нам, прошу прощения, хватает на 70. Потому что стимуляция и потому что неправильный образ жизни. И получается, что с одной стороны ты получаешь вот эту вот энергию, бодрость, ты чувствуешь, у тебя улучшается сон, ты быстрее восстанавливаешься, ты имеешь, знаете, такое хорошее настроение, знаете, бывает, проснулся утром уже устал. Или проснулся утром, хочется кого-нибудь убить. Или проснулся утром, хочется будильник перезавести. Да у всех было, я думаю. Смотрите, что это означает. Если ты проснулся уставший, это означает, что твой энергообмен ночи не прошел корректно. То есть, ты не восстановился. И люди, кто пьет тайгу, они говорят, слушай, блин, прикольно, я начинаю себя чувствовать утром, как ребенок. Вспомните, как дети просыпаются. Он проснулся и побежал. Вспомните, как просыпается 40-50-летний. Весь скрипит, кряхтит, что-то бубнит. Ну, то есть, ему утро не радо ему. Вот это разница. Вот это разница. Это вот, друзья, первый стат, это энергия, сон, бодрость, настроение. Второе, ну, причем, вот эта тема бодрости, она, наверное, я скажу так, у 70-80% людей происходит в течение месяца. Второе, что чувствуют люди, при использовании тайги месяца два, от двух до пяти, они видят что-нибудь по здоровью. Что-нибудь по здоровью. Смотрите, люди в основном имеют какие-то проблемы по здоровью. Как говорит мой друг, хирург, нет здоровых людей, есть недообследованные. Ну, просто кто-то что-то уже делает с собой, а кто-то ждет, пока, ну, как говорится, торкнет. Поэтому есть очень простой способ. Либо вы чувствуете, голова меньше болит, давление меньше скачет, или там вы просто пошли в клинику и сдали анализы. Вы можете судить по тому, как у вас что-то улучшилось. Я не хочу прям какие-то примеры проводить. У нас есть специальный канал с отзывами. Там около 5000 клиентов, которые написали свои отзывы. Это клиенты. И вы можете туда вводить любое слово, которое вас интересует. Вам будет высвечиваться отзыв, и вы можете связываться с этими людьми и задавать им вопросы. Что у них было, как это было, сколько они использовали, и там будет целый такой набор и список людей. Человек, который вас пригласил на этот вебинар, может спокойно вам дать ссылку на этот канал. Пользуйтесь, разговаривайте это открыто, мы ничего не прячем. Но здесь вот на большую публику в прямом эфире я не хотел бы говорить, что Тайга лечит. Я бы хотел сказать, что она профилактирует здоровье. Но поскольку хвоя обладает лечебными свойствами, есть даже история, ну, вовремя, был диагноз, нет диагноза. Но я хочу сделать акцент другой, друзья. Как вы думаете, что сегодня одно из самых востребованных в мире, что хотят многие люди. Я не буду вас пытать. Я произнесу это слово с двумя буквами М. Иммунитет. Понимаете, о чем я говорю? Потому что вирус, который приходит по планете, он никуда не делся. И сегодня, как вы поняли, ни прививок, ни лекарств на эту тему нет. Единственное, что ты сегодня можешь сделать, это укреплять иммунитет себя и своей семьи. И это в эту сторону. Знаете, когда мы выпустили Тайгу, это было четыре с небольшим года назад, мы увидели очень много отзывов, особенно от мамашек, которые рассказывали, дети перестали болеть. Как так? Мы каждую осень болели, не ходили в садик и в школу, а тут перестали болеть. Или там, было нормально пару раз, три раза в год заболеть, ну какой-нибудь ОРЗ, ОРВИ, а я не заболел. И когда началась эта коронавирусная инфекция, вы знаете, что у нас есть страны, например, Казахстан там сегодня находится в очень тяжелой ситуации, я вижу, здесь есть девчонки из Казахстана, я думаю, что если нужно, они подтвердят. У нас есть очень много кейсов, как люди проходят, кто использует Тайгу, вот эту вот инфекцию, кто не использует, кто использует долго, кто использует мало. И многие люди используют Тайгу либо уже в момент терапии, то есть каждый час ее пьют. Почему? Потому что именно в момент болезни, да, я вижу, Айну, спасибо, что написали, именно в болезни расход полипринолов, ну вот то, что для клеток, идет что? В более быстром формате, то есть их нужно просто больше. Есть такое понятие, как терапевтическая порция. Так же, как и витамина С, он расходуется быстрее, в момент стрессов, например. Ну, я думаю, вы понимаете эти биохимические процессы на уровне хотя бы пальцев, ну, на уровне здравого смысла. Так же, как когда ты едешь в машине, если давишь на газ, расходуется больше бензина. Так же в организме, когда он стимулирован чем-то, он допустим вирусом, там что? Давится на газ иммунная система и что-то расходуется быстрее. Поэтому сегодня тема иммунитета это то, что звучит и то, что нужно людям. И наша тайга дает укрепление иммунитета и даже решение вопросов, если вдруг ты, не дай бог, подхватил. Ну, или по крайней мере, как мы говорим, имей дома в аптечке своей на всякий случай, не дай бог, как говорится, пусть будет, чем не будет, чтобы потом не покупать этот дурацкий орбидол там за 30 долларов. Ну, ладно, это отдельная история, как маркетолог, потом, может быть, вам про это расскажу. Короче, первый результат – энергия, второй – все, что связано с здоровьем и иммунитетом особенно, а третий эффект, как вы понимаете, при длительном применении вы можете наблюдать анти-едж эффект. То самое состояние, когда вдруг кожа стала лучше, фигура стала стройнее, глаза заблестели, лысинка вдруг покрылась волосами, ну, то есть, и что-то стало больше взаимоотношений у супругов приятных, ну, и других каких-то хороших историй ты начинаешь замечать, что у тебя состояние как будто минус 15-20 лет. И это, конечно, дорогого стоит. И если тебе начинают делать комплименты, твои друзья, твои знакомые, твои коллеги, знаете, как у нас часто бывает, женщина-женщина говорит, ты что, влюбилась, что ли? А что такое? Да как-то глазки блестят. Да нет, просто ты губу пиваю, а мне тоже две. Вот так, друзья, это выглядит. Ну, я думаю, что я вам рассказал основное. Наверное, я планировал как раз где-то в 19 закончить парапродукт, рассказывать. У нас есть одна минутка. Расскажу еще про вот этот продукт. Это Т8 Blend. Вот если тайга это концентрат, то вот этот продукт, он все то же самое, то, что я рассказал, Сибэкспи-комплекс, но там добавлены еще соки прямого отжива шести таежных ягод. Это ягоды типа жимолость, клюква, брусника, облепиха, голубика, черника. Вот они, шесть ягод. Соответственно, это уже такое, знаете, как дой-пак, типа как такая сгущенка в мягких упаковках. Я, кстати, могу давать, я тоже открою, потому что у меня кончилось, я буду пить. Покажу вам. Тоже вот я уберу эту ломбочку. Там такая соломка сверху, она прикольно пахнет. Всякие там картинки. Вот так это выглядит. Все. И получается, что здесь порция, вот если здесь порция две пипетки, то здесь порция 30 миллилитров. Но если вам будет густо, потому что здесь, как вы понимаете, нет сахара, и консистенция, как такое хорошее вино. Поэтому спокойно можете тоже разбавлять водой. Получается, вот этот продукт можно в любую жидкость. В любую жидкость. Ну, то есть, то, короче, по вкусу. Можно применять в любой момент. До еды, после, во время, это в данном случае неважно. Потому что это не бак, не лекарство, это вот такой пищевой продукт. Друзья, насчет аллергии. Смотрите, если вы предрасположены к аллергии, конечно, рекомендую экстра. Потому что аллергии могут быть на вот эти черные и таежные ягоды. Может быть. то есть, я думаю, что вы знаете про них. Но если взять в интернете и забить природные аллергены, вы увидите, что хвоя, как аллергическая какая-то субстанция, находится где-то в самом низу. Да, ягоды могут быть, там красные ягоды, черные могут давать какую-то аллергию, а хвоя нет. Поэтому, если переживаете, вот пользуйтесь вот этим. Вот, на всякий случай. Либо, если переживаете, начинайте с минимальной какой-то дозировочки, с минимальной дозировочки. там, не знаю, две капельки, 5 миллилитров, чайная ложечка. Ну, то есть, наблюдайте за собой. Вообще, аллергия, ничего там в этом плохого нет. Это просто гипертрофированная реакция организма. Ее, кстати, поработать с нашим продуктом, есть уже большой опыт. Друзья, давайте вот сейчас мы такой уже, ну как, сделаем перебивочку. Про продукт, про идею я вам рассказал. Сейчас я планирую перейти к следующему этапу. Задам вопрос. Есть ли, друзья, вопросы по продукту? Вот, напишите в чат, если они такие есть. И вот, спасибо, друзья, что отвечаете. И знаете, мне интересно, сколько у нас здесь есть новичков, кто вот впервые слушает, а сколько есть наших представителей. Поставьте, пожалуйста, один, кто впервые на нашем вебинаре, а два, это те, кто, ну вот уже является клиентом или представителем. О, много? Наверное, процентов 40 новичков было. 30-40 процентов. Да, можно без перерыва, конечно, ребят, нужно пить без перерыва. Смотрите, объясню, почему. Мы с вами не можем, правда же, напиться воды на месяц. Мы не можем дышаться кислородом на год. Мы не можем наесться едой там на квартал. Получается, что у нас биохимические процессы идут каждую секунду. Их много внутри нас проходит. И получается выбор. Они идут либо корректно, помните, клетка вырабатывает далеко в послатом цикле, как положено, количество, например, ЭТФ и там всего остального, интерферона того же. Или она идет в каким-то скукоженном режиме. Натощак тоже можно, нарубуль без проблем. Если переживаете, я сказал за аллергию, лучше тогда здесь. Но я вот, знаете, как делаю? Я утром просыпаюсь, еще до еды, до всего, вы знаете, нужно выпить стакан теплой воды. Знаете же про эту историю? Причем желательно, которая имеет щелочный паш-фактор. Тайга, она немножко поднимает щелочность. Поэтому я просто наливаю водички, тепленькая из кулера, добавляю несколько пипеток и раз выпиваю за 30 минут до еды. Иду потом готовить завтрак или там ныряю в бассейн. Поэтому спокойно. Вот, получается, можно пить постоянно, не переживайте, нужно пить постоянно, чтобы давать организму все необходимые ингредиенты. То есть так же, как мы едим постоянно, так же, как мы дышим постоянно. Вот нужно к этому так относиться. То есть это не лекарство, когда заболел, а это вот постоянная профилактика. Но если вдруг, друзья, если вдруг подхватили, поднимайте поцию до терапевтической. Что такое терапевтическая порция? Смотрите, две пипетки в день или 30 миллилитров. Это порция для поддержания и для профилактики. Терапевтическая порция в 5 раз больше. До 10 пипеток. До 10 пипеток. У нас вот ребята, кто вдруг подхватывает корону, пьют ее каждый час. Просто каждый час по пипетке. Ну, то есть, я думаю, уже не надо на себе экономить. Просто нужно помогать организму справляться, помогать иммунной системе справляться. Ну, хорошо, ребят. Я сейчас сделаю глоточек, переведу дух и переступлю ко второй части. Значит, во второй части я хотел бы рассказать вам про как мы это несем на рынок. Так называемую бизнес-возможность. Тоже постараюсь сделать это очень коротко. Может быть, короче даже, чем про продукт, говорил, что продукт это основа всего. Я думаю, вы должны понимать, что если есть какая-то уникальность в продукте, если есть какая-то особенность в продукте, если есть какая-то эксклюзивность в продукте, Если есть то, чего недоступно конкурентам, если есть то, что нужно людям, и спрос на что растет, то тогда это имеет смысл с точки зрения бизнеса. Если это какая-то пустышка, если это какой-то фейк, если это есть у других, тогда ты не будешь иметь развитие товарооборота. Правда? Поэтому здесь, друзья, очень просто. Я вам скажу, мы за... Месяц июль, сегодня еще не конец месяца. Я сегодня смотрел товарооборот и сравнил с прошлым месяцем. Мы выросли более чем на 30%. Более чем на 30%. За кризисную весну и лето, то есть начиная с марта, мы выросли уже более чем в два раза. То есть смотрите, в момент кризиса, пока многие бизнесы разоряются и падают, наш бизнес стремительно растет. Это означает, что растет спрос на продукт. Это означает, что растут количество довольных клиентов. Это означает, что растут выплаты тем дистрибьюторам, которые участвуют в продвижении данного вида продукции. И получается, что мы с одной стороны делаем людям пользу. Помните, я говорил, бизнес основан на пользе людям. А с другой стороны, можем решить свои какие-то финансовые вопросы. Поэтому, как эта штука работает? Двух словах. Смотрите, вы можете спокойно заниматься рекомендацией этого продукта через социальные сети или по тем протоколам, по той технологии, которую мы вам можем предложить. У нас для этого проходит обучение. У вас в личном кабинете, при условии, что вы зарегистрировались, будет сформировано несколько реферальных ссылок, которыми вы можете научиться пользоваться. У нас есть в компании несколько чат-ботов, которые помогают вам рассказать, что это за продукт, вашим возможным кандидатам, вашим возможным клиентам. У нас регулярно проходит, практически каждый день, либо какая-то презентация, либо какое-то обучение. Вот, допустим, вы можете же на подобную презентацию пригласить к какому-нибудь человека, например, я или кто-то из специалистов расскажет. Вам даже рассказывать не надо, просто пригласили. Или, например, показали запись этой презентации вашему человеку. Или просто посмотрели вдумчиво сайт. Или посмотрели какой-то наш бот. Или мультик. То есть есть разные способы донесения контента. Разные способы. Получается, вы можете организовать рекомендации и сервис клиентам. Сервис клиентам. Зарабатывать вы на этом будете, друзья, от 30 до 58%. Зависит все от статуса входа. Тоже про это подробно говорить не буду. Вам в этом расскажут те, кто вас позвал на вот эту конференцию. Но согласитесь, продали товар на 100 тысяч рублей, заработали 30 или 58, это вполне нормально. Это вполне нормально. Если у вас будет, например, 5 или 10 семей стоять на постоянном обслуживании, ну, то есть в семье, например, 3-4 человека, которые покупают себе, например, 3-4 продукта в месяц, вы будете зарабатывать спокойно сумму, сравнимую со средним доходом россиянина. Сумма на уровне 20-30 тысяч рублей. 10 человек, 10 семей, вернее, на обслуживании. Нормальная история? Я считаю, нормально. То есть, причем я же вам рассказал только про базовую линейку. И то даже не про всю. Я даже вам не рассказал про наш детокс простого. Но об этом в другой раз. И у нас есть другие линейки еще. И у нас, я вам скажу, у нас в августе выходят новые продукты. У нас постоянно пополняется эта вот корзина. Получается, что потребляемость семей может расти. Если люди поняли, что такое это ягод, что нужно пить ее регулярно, они же будут ее постоянно заказывать через вас. Как мне в юности мама заказывала журнал «Мурзилка». Каждый месяц мне приходит журнал «Мурзилка». Я очень любил и читал там последнюю страницу. Ну, не только. Папа заказывал журнал «Радио». Тоже я его читал. И также может людям приходить каждый месяц с тайга. Либо они могут купить программу сразу. То есть прямо программу на 3-4 месяца. Какая разница? Поэтому все зависит от вас. Второй способ, друзья, который вы можете зарабатывать, это организовывать сбыт товара как дистрибьютор. Как это выглядит? Представьте, вы рассказали 10 людям, которым понравилась эта идея. Они зарегистрировали личный кабинет под ваш аккаунт. Регистрация занимает 30 секунд. Все. То есть эти люди самостоятельно, через свой интернет-магазин, без вашего участия, заказывают товар в компании. Они отправляют деньги на завод. Завод им отправляет товар. Все. Вы никак в этом процессе не участвуете. Вам за это начисляются бонусы. Их люди, вот эти 10, которые вы рассказали, они, получив эффект, рассказывают другим 10, они уже под них регистрируются. Это уже может быть 100 человек. Они заказывают таким же образом товар, сами покупают. Вы не участвуете, но вам начисляются бонусы. И так невероятное количество поколений. Этих поколений может быть 2, этих поколений может быть 202. Какая разница? То есть, смотрите, каждая рекомендация, кто кого пригласил, она участвует в личном кабинете программным образом. То есть все считает программа. Все среди, ну, у вас там вот в айфоне, в режиме реального времени, вы видите, кто, где, сколько, когда купил. И внимание, за весь вот этот объем продаж вам начисляется порядка 10%. С личных усилий вы получаете 30, там, не знаю, 50. А с объема структуры вы получаете 10%. Круто. Давайте с вами прикинем. Друзья, напишите, пожалуйста, мне вот интересно, из какого города вы находитесь? Кто в каком городе находится сейчас? Ростов-на-Дону, Астана, Сочи, Нижний Новгород, Тверь, Удмуртия, Атыра, Утыва, Москва. Отлично. А напишите, сколько живет население в вашем городе? Сколько населения? О, Нью-Йорк у нас есть. Манчестер есть? Вот это да. Полтора миллиона человек есть. Сколько людей в городе живет? 13 тысяч человек есть. 1,2 миллиона есть. Полтора миллиона. 500 тысяч, 400 тысяч, полтора миллиона. 100 тысяч. Ну, давайте возьмем какой-нибудь, друзья, средний город, какой-нибудь, вот то, что вы пишете, это 500 тысяч человек, средний город. Вот, допустим, вы в городе живете 500 тысяч человек. Напишите, пожалуйста, в чат, как вы считаете, если рассказать людям про идею тайги, про хвою, дать понюхать, сделать презентацию, ответить на вопросы, там, показать там сертификаты, отзывы людей, как вы считаете, сколько процентов людей заинтересуется подобным продуктом? Вот из 100 процентов, сколько процентов заинтересуется? Напишите, пожалуйста. 0,5 процента есть версия, или это 50 процентов, я не понял. А, 50 процентов, да? 50 процентов? 50 процентов? 40 процентов? 10 процентов? 50 процентов? 3? О! Ну, ребят, я это, знаете, я себе тогда делаю комплимент, наверное, я хорошо рассказал, раз такой высокий процент людей, которые могут согласиться. Давайте возьмем 10 процентов. Вот прям по минимуму, 10 процентов. Представьте ситуацию, город 500 тысяч, 10 процентов, это 50 тысяч готовых покупателей. А теперь давайте возьмем, и вот эти вот 50 тысяч людей умножим на стоимость продукта 3 тысячи. Почитайте, сколько это будет в деньгах? Сколько это будет в деньгах? Напишите кто-нибудь. 50 тысяч умноженное на 3 тысячи. Кто быстрее посчитает? Хватит ли вам нулей на калькуляторе? Давайте пишем. 15 миллионов. Так, так, я что-то не, я не могу нули посчитать, друзья. Что-то полтора миллиарда или сколько? Много. Жанна пишет, много. 15 миллионов, Игорь, неправильно, я думаю. Давайте я посчитаю вместе с вами. Это интересно. Это интересно. 50 тысяч умножим на 3 тысячи. 150 миллионов, друзья. 150 миллионов. То есть в городе с населением 500 тысяч человек при 10-ти процентной результативности при одном продукте только лишь одном товарооборот города 150 миллионов. Что, друзья, это означает? Компания выплачивает в сеть около 60%. Это означает, что 80 миллионов выплачивается в виде гонораров тем людям, кто организует дистрибуцию в этом городе. А представьте, что вы от этих 150 миллионов делаете товарооборот, ну, то есть вы начали в этом городе делать товарооборот. Сколько вы получаете? 15 миллионов ваш чек. Если вы начали и дошли до такого объема. Я вам скажу, знаете, чем я горжусь, я сегодня меня озарила. Я не хочу говорить про свой чех и там про свои автомобили и путешествия. Я хочу говорить про результаты своих партнеров. Вы знаете, я сегодня, когда зашел в личный кабинет, я увидел, что у моих партнеров в Казахстане текущий товарооборот сегодня более полумиллиона долларов. Как вам? более полумиллиона, то есть более 500 тысяч долларов товарооборот моей структуры в Казахстане. Только одной структуре, только в Казахстане. Это огонь, это прям вообще бомба, это невероятно круто. Казахстан вырос за последние пару месяцев, по-моему, в 4 или в 5 раз. Да, у них непростая ситуация, но вы видите, как растет бизнес, и сколько пользы мы даем людям. Ребят, в этом история, в этом история. Поэтому смотрите, я вам хочу предложить следующее, я уже завершаюсь потихонечку. Вот вы сегодня послушали вот эту информацию. По сути, у вас есть 4, наверное, варианта взаимодействия с тем человеком, который вас позвал. Первый вариант. Вы можете стать клиентом. Итак, скажите, слушай, мне интересен этот продукт, что-то там Валентин такое нормальное рассказал, люди что-то все кивали, ну, то есть, давай попробую. Все. И тогда вы будете нашим желанным клиентом, мы вас будем любить, самое главное, мы вам обеспечим результат. Мы будем гарантировать результаты. Я вам рассказал про 3 результата. Сначала вы получите энергию, потом вы получите что-то связанное с иммунитетом, скорее всего, или здоровью, потом у вас будет антиэйч-эффект. Мы вас покажем, как вы эти вещи получите. Второй вариант. Вы скажете, ты знаешь, Валентин, мне твои миллионы вообще непонятно. Я не верю в твои 150 миллионов. Вообще, что это такое? Это сколько килограмм денег? Да у меня маленькая квартира, мне некуда складывать их. Вот, ну, то есть, поэтому мне столько не нужно. Мне нужно там, 20-30 тысяч. Что нужно делать? Я тогда, мы вас научим, как в онлайне взаимодействовать, как создавать клиентские комьюнити и как найти себе 5-10 семей на обслуживание, которые просто будут покупать товар. Вы будете, вы сначала достаточно должны разобраться, как работает продукт, но у вас есть инфраструктура. Потом вы будете поддерживать отношения с клиентами, рассказывать им про скидки, рассказывать им про возможность, как они могут получить больше эффектов, рассказывать им про новые продукты, послать им какие-то вебинары, давать ролики наших экспертов, ну, кто что захочет. И будете зарабатывать свои 20-30 тысяч. Инвестируя там 1-2 часа в день. Это второй, ваши друзья, возможный вариант. Третий вариант. Вы скажете, Валя, нет-нет-нет, чувствую, пахнет деньгами. Как это так, это я, ну, не буду первым в городе. Или хотя бы буду не первым, а третьим. Не-не, да ладно, 70 миллионов можно поделить, даже на десятерых, даже на 20-терых. Давай замутим. Я хочу, в смысле, устраивать дистрибьюторскую сеть, давай рассказывай, как делать. Тогда так и скажите, готов заняться бизнесом. Тогда, друзья, вам пришлют чат-бот по бизнесу, вас добавят нужные чаты по бизнесу, и вы начнете проходить обучение по бизнесу. То есть, смотрите, обучение по бизнесу это не обучение только лишь продажам. Обучение по бизнесу, друзья, это развитие ваших личностных компетенций. Умение, например, создавать клиентские комьюнити, умение выступать публично онлайн, умение модерировать чаты, умение составлять пламенные речи, умение работать с возражениями. Вы же понимаете, что все эти умения могут тебе пригодиться в любой другой сфере. Как нашей таежной, так и любой твоей. Хоть ты диплом делаешь, хоть ты уже на пенсии идешь на рынок картошку покупаешь, хоть ты хочешь развить свой какой-то онлайн стартап. Тебе эти навыки пригодятся. Мы эти вещи развиваем. Вы должны понять, друзья, наша суть не продажи только. Наша суть это то, что мы помогаем, знаете, как у нас есть такой культурный код, помогая подняться в гору, сам неизбежно приближаешься к вершине. Объясню в двух словах, как это работает. Друзья, вот есть здесь люди, напишите плюсики в чат, кто хочет зарабатывать, ну, например, сумму 200-300-500 тысяч рублей. 200-300-500 тысяч рублей. Есть такие? Есть. Есть даже несколько плюсиков. Смотрите, как это выглядит. Предположим, вы хотите зарабатывать 200 тысяч рублей. Что вам для этого нужно? Вам нужно для этого, чтобы у вас два партнера в первой линии, которых вы пригласили, зарабатывали по 100 тысяч рублей. Как зарабатывать 100 тысяч? Чтобы зарабатывать 100 тысяч, вам нужно, чтобы у вас было два партнера, которые будут зарабатывать по 50 тысяч. Чтобы зарабатывать 50 тысяч, что вам нужно? Вам нужно два партнера, которые будут зарабатывать по 25 тысяч. Что нужно, чтобы зарабатывать 25 тысяч? Вам нужно иметь 10 семей на обслуживании. Поняли? Все. То есть у вас буквально 3-4 уровня, которых вы построили, 2 по 2 по 2. Это, конечно, некая идеальная картинка, но в итоге вы вышли на 200 тысяч. То есть получается, что сначала вам нужно заработать хотя бы тысячу рублей, потом начать учить этой тысячи рублей зарабатывать ваших людей. Потом вы заработали 10 тысяч рублей, научили, как зарабатывать 10 тысяч, 5-10 человек. Заработали 100, научили других людей. Так это и работает. Мы со Светой зарабатываем сегодня уже чеки с шестью нулями, и мы сегодня учим своих партнеров зарабатывать чеки с шестью нулями. Приходите на наше обучение, друзья. Мы вам с этим с радостью поможем. Поэтому завершаем. Резюме. Смотрите, у нас есть невероятнейший продукт, который находится в супертренде. С одной стороны иммунитет, с другой стороны энергия, с третьей стороны ЗОЖ. Все, что связано с антиэджингом. Это супертренд, вы понимаете, что спрос невероятно растет. Второе. Мы находимся в условиях, когда люди лишаются работы, и люди, многие решаются бизнесом. Люди не знают, где взять дополнительные или основные деньги. Мы людей учим зарабатывать. Неважно, с нашим продуктом или с любым другим. Мы просто учим. Приходите просто учиться. Приходите. Это не стоит ничего. Просто приходите. Просто приходите, подсматривайте. Или приходите, используйте в практике. Или приходите, напитывайтесь энергией. Не сидите просто на месте. Просто попробуйте. Здесь у вас нет никакого риска. Не надо ничего вкладывать. Вы покупаете продукт для себя. Никаких инвестиционных историй здесь нет. Мы этому всему наручаем. Потом вы начинаете это делать с вашими партнерами тоже. А потом вы можете это делать в любом городе или в любой стране. Это дальше просто, друзья, ваш выбор. Это просто ваш выбор дальше. Поэтому что вам нужно, друзья, сделать? Смотрите. Если вам эта тема интересна. Давайте, кстати, мне тоже любопытно. По шкале от 1 до 10 поставьте 1. Вообще ничего неинтересно. Хочется сбежать. 10. Прям готов начать прямо сейчас. Вот поставьте 5, 3, 8. О, нифига. Ой, прошу прощения. 100 тысяч поставил. 8, 10, 9, 100, 10. Смайл, 10. 10, 6. Ну, то есть, смотрите, все, в принципе, поставили больше 5. То есть, это означает, что, друзья, у вас высокий интерес. Поэтому смотрите. Если вы поставили цифру 8, 9, 10, ну, то есть, максимальные цифры. Что сделать? Возьмите у вашего человека, кто вас позвал, реферальную услугу на регистрацию. Регистрация бесплатная. Регистрация личного кабинета бесплатна. И возьмите у него чат-бот, где президент компании рассказывает, что у нас за продукт, за бизнес. Это тоже все бесплатно. Чат-бот называется чат-ми. И просто изучите, задайте все вопросы. Если вы прям поставили 10, тогда просто активируйте контракт. Сегодня в конце месяца есть промоушен. Можно активировать бизнес-контракт в полтора раза дешевле. Бизнес-контракт дает вам просто больше, друзья, выплат. Прямо тогда, прямо это делайте прямо сейчас. Пока промоушен идет. Он не будет бесконечно идти. Он не будет бесконечно идти. Если вы поставили шестерку, тогда вам что нужно сделать? Задать все уточняющие вопросы. То есть задайте вопрос такого характера. Что вы должны узнать, чтобы поставили десятку? Что вы должны такого узнать? Вот прямо эти вопросы задайте. От почемушни. Друзья, если вам пришли такие вопросы, но вы не знаете на них ответы, можете их переадресовать вышестоящему спонсору или мне. Я вам буду готов записать их голосом или дать ссылку на свой YouTube-канал, где есть эти ответы. Я прямо в каждом из вас заинтересован, правда? Я не знаю. Вот здесь вот у нас было больше, чем 150 человек. Сейчас 144. Я не знаю, кто из вас хочет зарабатывать 10 тысяч, а кто хочет зарабатывать миллион. А вдруг вы тот, кто хочет зарабатывать миллион? А я таких ищу. Правильно, правда? С днем, с огнем иду ищу. Кому миллион? И у нас есть такие ребята, которые вам помогут это сделать. Вон, Катя Хохлов. Катя Хохлов? Ты что, вышла замуж за другого человека? Нет? Я вчера видел тебя с Мишей. Ты что? Как так быстро вертится земля? Миша, посмотри, что у ней написано. Друзья, завершаю. У нас очень социальный проект. Мы делаем жизнь людей сильно лучше. И с точки зрения здорового иммунитета, и с точки зрения развития личности и денег. Давайте просто сделаем этот мир чуточку лучше вокруг себя. Давайте просто это сделаем вместе. И давайте поможем себе, своей нации, своей семье. И возьмем от этой возможности максимум. Мы со Светланой, со своей супругой взяли. Наша жизнь поменялась. Мы позавчера купили дом в Сочи. Я Светлане и своей супруге 30 лет назад, когда клеил ее, обещал Свету, что, знаешь, если ты выйдешь за меня замуж, то у тебя будет кабриолет, и у тебя будет дом с бассейном около моря. Я сдержал слово, Света. До свидания. Светлана. Продолжение следует.